В первую очередь эвакуация автомобилей создана для освобождения дорожного полотна и только потом для наказания. Самая распространенная причина изъятия транспортного средства – это халатное отношение к правилам дорожного движения и невнимательность при парковке автомобиля вблизи запрещающих знаков и табличек. Чаще всего у нас машины нарушают нарушение ПДД. ПДД находится улица Загорская, 34А – это пешеходный переход. Затем западнообъездная автодорога, торговая площадь 5, рынок – тоже болезненное место. Там очень много машин оставляют нарушение ПДД как на пешеходных переходах, так и на автобусных остановках и вблизи них. И вокзал у нас – больное место. Тоже пешеходный переход, нарушение пешеходных переходов. И инвалидные места у нас на улице Московская, дом 7. Вот практически вот эти самые такие увезуемые места, где люди торопятся, не соблюдают правила дорожного движения, невнимательность их. Бросают машины, наезжая на пешеходные переходы и осуществляют остановку-стоянку ближе 5 метров до них. По словам инспектора ДПС Сергея Кейко, бывает и такое, что водители после первой эвакуации продолжают нарушать правила в дальнейшем. И не один раз. Бывало даже с одного места, образно говоря, сегодня увозишь, завтра опять же на этом же месте опять та же машина стоит. То, что касается знаков, то это их невнимательность, они не видят их. А то, что касается пешеходных переходов, то многие не знают, что надо 5 метров до пешеходного перехода осуществлять остановку-стоянку. Они поясняют тем, я же не наехал на пешеходный переход, я же остановился перед ним, возле него. И водителям надо сейчас освежить в голове, почитать правила дорожного движения с комментариями, купить. И освежить память, почитать, что 5 метров до пешеходного перехода по ходу движения нельзя ставить машины в нарушении ПДД. Кроме того, водители, едущие по проезжей части из-за неправильно припаркованных автомобилей, зачастую не видят пешеходов, вследствие чего порой случаются ДТП. С 20 августа по 16 сентября УГИБДД по Тмитовскому району проводит информационно-правилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в рамках которого будет проводиться множество мероприятий, связанных с пропагандой безопасности дорожного движения. В частности, это затрагивает и эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств. Водители зачастую, не посмотрев на знаки, паркуют свои автомобили в неположенном месте, чем самым заграждая видимость других водителей пешеходного перехода. Дети у нас маленького родства, соответственно, из-за неправильного автомобиля их просто не видно. Из-за этого у нас случаются наезды на пешеходов, на детей. Также у нас зачастую бывают такие случаи, что люди неправильно паркуют свой автомобиль и оставляют в автомобиле ребенка, что делать запрещается. Сумма, с которой придется расстаться за нарушение правил парковки автомобиля, немалая. При этом приходится дополнительно отправляться на штрафную стоянку для возвращения собственного авто. А это потраченные нервы и время. Дороговато выходит. Может, просто стоит внимательно изучить ПДД, разобраться, где нельзя парковаться, а где можно.